Депутат Одесского областного совета, Александр Деленко у нас в студии. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Но прежде чем приступим к обсуждению этой темы, давайте услышим нашего корреспондента. Диана Федотова находится в Аркадии и расскажет, что там сейчас происходит. Диана, тебе слово, ты в эфире, пожалуйста. Здравствуйте, студия. Мы находимся в Аркадии. Сегодня здесь прошел впервые в Украине соревнование по серфингу. Здесь собралось около 40 участников, также много зрителей. Уже соревнование почти окончено, буквально через минут 15 будет награждение. Но рядом с нами Василий, который расскажет нам подробнее. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Василий, президент Федерации серфинга в Украине. Расскажите, пожалуйста, что за соревнования, почему именно впервые у нас здесь в Одессе и сколько участников, какие условия были? Так, почему, во-первых, в Одессе, да? Ну, потому что у нас есть море, поэтому это необходимый атрибут для проведения соревнований по серфингу. Место выбрано не случайно. Мы здесь довольно часто катаемся, тренируемся, наслаждаемся волнами. И до нас никто не проводил и как-то не развивал серфинг. Ну, сами видите, какая погода возле моря. Судя по всему, она помешала продолжить это небольшое включение, но вся информация будет скоро. Александр Отделенко, депутат областного совета. Проблема с социальными домами. Подсказывает, что вернулась к нам Диана, готова продолжить включение. Какие категории сегодня выступали и... Сколько участвовали? Какие категории сегодня выступали? Сегодня у нас выступала короткая доска. Это участники на короткой доске. Это олимпийская дисциплина. Та дисциплина, которая будет представлена на Олимпиаде в Токио в 2020 году. А также были участники на досках среднего размера. Это больше 7 футов доски. Были соревнования для серферов, которые ловят волны с помощью весла. Это называется сапсерфинг. И, конечно же, мы не могли никак обойти наших аматоров, наших начинающих. Мы решили их тоже поддержать. И для них тоже провели соревнования. Они показали нам... Мы даже не ожидали, что они... Как, в принципе, оцениваете уровень наших участников для дальнейшего участия в Олимпиаде? Меня поразил. Я потому что, ну, как бы думал, что уровень ниже. Но, наверняка, то, что мы там за 2 месяца ориентировочно опубликовали анонс мероприятий. Как-то ребята подготовились. Кто-то как-то настроит тоже. И, в принципе, все спортсмены показали лучшее, на что они способны. И результат их катания меня просто поразил. Поэтому надо тренироваться, надо двигать это. И все у нас будет хорошо. Спасибо большое, Василий. Мы находимся, напоминаю, в Аркадии. Здесь свежо, мокро, весело. Присоединяйтесь в студию. Спасибо, Диана. Диана Федотова была прямо сейчас из Аркадии. Там завершился первый в Одессе чемпионат по серфингу. Ну, а мы говорим о проблеме социального жилья в нашем городе. Еще раз вас представлю, Александр Дзеленко. У вас есть какие-то факты того, что социальное жилье недостроено, социальное жилье в нужных количествах не получают одесситы? Поделитесь. Пожалуй, мы можем начать прямо вот с этих фотографий, которые мы видим за спиной у каждого. Давайте прямо с этого дома. Расскажите, что это за дом, где он находится и кто претендует на эти квартиры, которые еще недостроены. Я хочу сказать сразу, чтобы меня услышали правильно. Я не пришел сюда делать, что не работает областная влада, городская влада. Я вижу, что работы очень много делается. Я просто пришел, чтобы через телевидение, потому что я выкинул Фейсбук. Но я не получил ответа за вот эти дома. Я обращаюсь. Не знаю, кому он принадлежит. Или области, или городу. Потому что, по-моему, в 2013 году область финансировала этот дом. А второй дом, там, где она, Сахарова, то, по-моему, городской. Это на Бочарово? Да, да, да. Это возле рынка. Но я в начале своего маленького выступления посмотрел спорт. А для меня любой вид спорта – это уже прекрасно. Я хочу просто в телестудии, если она по спорту, это девочка. У нас 29 числа в 14.00 открытие кубка в честь памяти Роберта Бабаянца на улице Багрицкой, 12А. Там будет хороший момент. Там со всей Украины много людей будет. И с Финницы, и Харьков, и Кривой Рог. Хочу пригласить ее, чтобы она посмотрела. Это будет боевое. Обязательно, если успеем пригласить. Давайте послушаем Ксению Терзи. Она находится у стен Главного управления национальной полиции в Одесской области. Слушай, тебе слово. Что там происходит? Собрался многочисленный митинг с главным лозунгом «Кто заказал» активиста Олега Михайлика. Здесь большое количество представителей различных патриотических организаций, депутатов, даже есть Одесского городского совета. И вот на акцию тоже пришел Анатолий Бойко, глава комитета избирателей Украины. Анатолий, почему вы все-таки решили сегодня прийти на этот митинг? Ну, потому что речь не только о нападении на Олега Михайлика, которым мы глубоко возмущены. Речь о том, что у нас в Одесской области, по сути, формируется на наших глазах практика террора против активистов, журналистов. И для нас, для людей, для которых демократия, свобода слова, гражданское общество – это не пустой звук, это ценности, которые мы отстаиваем последовательно уже не первый год. Тут, соответственно, абсолютно неприемлема подобная практика террора, во-первых. И, во-вторых, абсолютно неприемлем саботаж со стороны правоохранительных органов, которые не обеспечивают необходимого прозрачного, эффективного расследования и привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и заказчиков подобных нападений. Потому что сегодня это активисты, завтра это может быть любой из нас. Любой не согласен с тем, с коррупцией, с застройкой Гагаринского платоа. Вот просто потому, что ты не согласен с теми неправильными вещами, которые происходят в городе, в области, в стране. Вы согласны с одним из главных требований – это отстранение от должности главы нацполиции в Одесской области и прокурора Одесской области? Если они не дадут отчет о том, что ему не было сделано, не примут необходимое решение относительно своих подчиненных, которые саботировали и не обеспечат эффективного, прозрачного, максимально оперативного расследования и привлечения к ответственности, то да. Просто я хочу подчеркнуть, что для меня главное – это не убрать от тех или иных людей, потому что на их место могут прийти такие же, которые не будут обеспечивать. Для меня главное – это результат. Это расследование и привлечение к ответственности. А обеспечить это Головин, Джученко или Иванов, Петров, Сидоров и кто-то еще – абсолютно не имеет значения. Спасибо, Анатолий. Напомню, на одесского гражданского активиста Олега Михайлика произошло нападение поздним вечером 22 сентября. Это произошло прямо возле его дома. Полиция выдвигает пять версий случившегося. На данный момент известно, что Олег уже… его состояние стабилизировано. Изначально пуля попала в руку, а потом пробила легкое. Это пока вся информация, которая у нас есть. Ну а мы будем находиться на месте митинга и обязательно будем вам первым сообщать о информации. Студия. Спасибо, Ксения. Ксения Терзи у стен Главного управления национальной полиции в Одесской области, где прямо сейчас проходит митинг, который называется «Кто заказал Олега Михайлика?» Ну, судя по всему, у нас основная тема остается основной. Это недострой для социально незащищенных слоев населения. Однако, ваш комментарий короткий по той теме, которую мы сейчас слушали. По этой теме. Ну, я, может, коротко не получится, а вкратце скажу так. Я тоже работник милиции, работал, раскрывались тяжкие преступления, совершались они тоже тогда. Но, может, за митинги я всегда сторонник. Но, конечно, пострадал человек, кто бы он ни был, общественный деятель, государственный, разный человек пострадал. Тут заниматься надо. Но я знаю, у нас, когда-то, я помню, одно преступление было, нашли убитого бывшего прапорщика с Веселиновского района, а на нашей территории, Верезовского района, как раз перед Новым годом 31 декабря. Ну, я вкратце скажу, раскрыли преступление, раскрыли. Но нас каждые 10 дней ставили в такое положение, заслушивали, что в администрации, что в УВД, что на Киев ездили. И нас контролировали по этим раскрытиям преступлений. Я бы сегодня посоветовал им, есть комиссия в облсовете по правоохоронной деятельности, встретиться или со мной, или с председателем комиссии Табунчиков. И мы создали бы группу по контролю вот этих, не только одного, а тяжких преступлений. Я почему сторонник, почему? Потому что это картинка для наших зарубежных рядом соседей. У нас где-то что-то делается, они там плещут в ладони, что видите в Украине, что. Но преступления надо раскрыть. И поверьте, правильно было сказано Бойко, сегодня кого хочешь пришли, то будут всегда какие-то претензии, потому что преступления будут совершаться. Но с другой стороны, хочу добавить, у него опыт есть, у начальника УВД опыт есть. И есть хлопцы, работники со старых милиций, особенно УВБ Одесской области, я думаю, он уже их просит, чтобы они помогали, они работают четко. Если честно, они хорошо работают. У них есть информация, информация есть от старых людей еще, где они работали. И я думаю, это преступление раскроется. Вы знаете, всегда говорят на убийство, преступник всегда возвращается на место. Но тут нету, тут хорошо поработать по... И они, наверное, занимаются домашний обход всех. Тут раскроется преступление, кто-то видел. Где-то за кварталом мотоцикл остановился, может. И где-то, то все равно найдут, поверьте мне. Горе и родителей, и он молодой пострадал. Это горе большое. Но мне кажется, он может и догадывается, к кому он перешел дорогу. Но там, что говорят, я не буду повторяться, что его заказали, те не так заказывают. Не так заказывают. Это что-то другое. В смысле, это не политические мотивы? Нет, нет, нет. Это что-то по-другому. Те заказывают, вы знаете, я не буду назвать фамилии, их уже нету, тех, кого заказывали. Давайте еще успеем обсудить непосредственно тему, на которой мы вас пригласили. Да, я еще раз обращаюсь, я написал в фейсбук, но думаю, по фейсбуку может ни Труханов, ни мэр города, ни глава администрации области, ни облрады, не читают. Этот дом, вот что перед вами, с 15-го года, я знаю, выделены были большие средства, его достроить, он был построенный. Но мы занялись на благо Одессы, есть организация. Мы не ходим, не битингуем, гадьба не кричимо, а мы требуем то, что положено. И вот этот дом начал строиться в 13-м году, потом через месяц-два, где-то в 14-й перешло, он за лох, пропал оттуда, в кирпич, что забрал, я не знаю, убрали забор. И я как-то еду по поселку, я думал, что там люди уже живут. Еду по поселку, я увидел этот дом. Ну, я увидел его, там бурьян где-то на три этажа был такой высокий. Ну, я начал поднимать бучу, запустил фейсбук, через недельку, думаю, поеду, посмотрю. Еду, забор стоит, бурьяна нету, стоят два или три вагончика уже внутри двора. И охранник, грузин. Я к нему подошел, говорю, кто что, не знаю, сказали, будем строить, поставили меня тут охранником и все остальное. Я выясняю, мне подсказывать на поселке еще один есть, я вам, вы покажете. Но вы понимаете одно, сегодня, и не только тут. Я когда-то занимался, вот это возле радиорынок есть, газовый переулок. Там есть, стоит дом, стоит старое общежитие, по-моему, было, пищевая академия. Оно перешло сейчас в другое. Я просил, я писал письма, чтобы вы знали, Сулейма, помню Сулейма, замминистра или министра, я не помню уже, я такие пачки переписал, писем. Отдайте нам пенициарную службу. Я насчитал, 71 квартира. Я сам сделаю, потому что я знаю, как люди живут. Сегодня вы пойдите на СИЗО, там люди живут на территории СИЗО еще. Я просил, отдайте мне. Вот за этот дом. Вы посмотрите, сколько можно снять напряжение людям. Это многодетным, это сиротам, это еще даже есть ветераны войны, которые не получили квартиры. Это, может, эти атовцы, афганцы. Сегодня можно сделать ту красоту. Смотрю, частные дома строятся, как грибы. Едешь, через полгода уже дом, уже сдают, уже все. Но почему этот нельзя достроить? Я обращаюсь к мэру в первую очередь, обращаюсь к голове администрации области, обращаюсь к Курбанскому, к Обелраде. Я не хочу, я не хаю их, я просто прошу вас, обратите внимание. И мы снимем такое напряжение этих людей, потому что сиротам, вот я столкнулся, не буду говорить в каком районе, я сейчас тоже готовлю письмо, за 50 тысяч купили руины. Руины купили, а бы только гроши потратить и отдать. Вы понимаете? У нас есть много там, где можно решить вопросы. Много. И я не говорю Труханову, я сегодня даже не то, что там хвалю его, но я вижу, много работы делается. И на поселке Котовского, и детские площадки. Возьмите, Геннадий Леонидович, возьмите эти два дома, сделайте. Это ж вам плюс и ваши голоса. Но я еще... Но тем не менее, вы вопрос до конца не исследовали, вы не знаете, кто занимается этим строительством, кто непосредственно ведет его и на каком-то этапе. Тот дом, где на Сахарова, там первый этаж только выгнанный, уже три года он стоит. Да, он три года стоит. Этот в 13-м году, вот я вам скажу, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей было, шесть, а два подогнали с 13-го и 14-го году. И так подогнали, и замолкнули. Он же что-то рушится, он рушится, деньги вложены наши, наши налогоплательщиков. Вот в чем дело. Ну, будем надеяться, что... Я думаю, нас услышат, нас услышат, но мы все равно будем, я не говорю, что мы будем там ходить кричать кому-то ганьба, но мы будем на благо Одессы, и я, как с нашей федерацией самбо, я не выступаю как от какого-то блока партийного, а от федерации, как депутат, мы будем ходить, просить, и, конечно, и требовать, как граждане Украины, что это повинно будет. Спасибо вам, что присоединились с работой нашей страны. Но я хотел бы еще два слова сказать. Мы же не договорили. Я скину вам сейчас ссылку, что проводятся соревнования. Но я хотел бы... Почему? Вы же знали, это программа сегодня президента Украины. Давайте об этом поговорим, когда состоится, она обязательно там будет на журналисты. Мы поговорим об этом предметно. Александр Зеленко был на студии. Небольшая пауза и возвращаемся. Редактор субтитров А.Семкин